Особое мнение на 101FM Но сегодня, я знаю, что вы уже встречались То есть сегодня, в четверг, 31 мая Вы уже встречались с депутатами Орловской думы И встречались вы по свалке в Орловском районе Потому что, напоминаю нашим слушателям Беспрецедентные решения приняли депутаты Орловского района Буквально на днях Они решили запретить ввоз на территорию района мусора из соседних районов И закрыть свалку, которая у них горела, долго не тушилась Дальше это решение было опротестовано И вот что думают депутаты сейчас, о чем вы говорили с ними? Скажу честно, Светлана, что очень порадовала позиция депутатов фракции Единой России Которые поддержали инициативу ЛДПР Да, они поддержали на районной думе, проголосовали единогласно Сейчас, на мой взгляд, складывается очень интересная правовая коллизия Потому что, прежде чем выйти с такой инициативой Мои коллеги, депутаты районной думы от ЛДПР Запросили прокуратуру ее позицию И зампрокурор эту позицию дал в письменном виде Где он фактически подтверждает то решение, которое приняла районная дума Бумага у нас имеется То есть он считает, что это законное решение? Да, что данное закрытие свалки для других регионов, оно абсолютно, и районов, оно абсолютно законно Потому что ни полигон, ни его организация, ни сегодняшняя документация, которая была создана Она не является с точки зрения закона основанием для того, чтобы расширять и делать ее межрайонную, эту свалку Но появилась новая территориальная схема, которую утвердила всего-навсего министр Госпожа Албегова Министра экологии и природопользования Да, региона И вот здесь как раз у нас возникает вопрос То есть получается, что в рамках создания той терсхемы Которую, кстати, обещали обсудить в присутствии экспертов, депутатов разных уровней А мы неоднократно просили пригласить нас на эти все обсуждения Хотя ни меня, ни моих коллег никто не приглашал Вдруг ее приняли и утвердили То есть она официально утверждена И этот полигон попал как одна из составляющих частей этой терсхемы И вот здесь у нас возникает вопрос А наши чиновники теперь все время будут так делать? То есть они как бы будут желаемое выдавать за действительное И подгонять цифры, подгонять законодательство под то, что какой-то чиновник где-то не доработал или что-то не сделал И я был вчера на свалке непосредственно То есть она как была, так и осталась Я уже посещал ее с коллегами То есть перекошенный забор, один старенький развалюха-бульдозер и все А есть же санитарные нормы создания таких свалок Есть Росприроднадзор, который должен за ними следить Есть другие критерии, по которым оценивается возможность и работа такого объекта И вот здесь, на мой взгляд, ответов до сих пор мы не получили Поэтому вчера я с коллегами провел рабочую встречу Мы съездили туда, повстречались с жителями Сейчас я подготовлю несколько запросов, направлю их в разные организации И, конечно, будем отслеживать эту ситуацию и помогать своим коллегам И прежде всего жителям Орлова в их праве жить и дышать свежим воздухом на своей родной земле Чего еще хотят жители деревни Антипичи, где находится полигон ТБО в Орловском районе Кроме закрытия их полигона для ввоза мусора из других районов? Ну, там отвратительная дорога К полигону самому? К самому полигону, естественно Та техника, которая привозит мусор, она только усугубляет эту ситуацию Второе, то есть там не проводятся регламентные отсыпки, которые должны быть То есть это тоже факт, их нету, там просто нечем их делать, потому что технологически это невозможно Это то, что между слоями мусора укладывается? Да, да, то есть есть определенные Чтобы он не горел, чтобы утрамбовался Второе, ни у кого нету сегодня подтверждения, что когда полигон строился, были учтены современные требования по поводу грунтовых вод То есть об этом мало кто говорит, но сегодня все прекрасно понимают, что сточные воды, они располагаются и идут вниз к реке И фактически они проходят через два водозабора, которые не только обеспечивают антипеченой, но и сам Орлов Поэтому рассказы министра Албегова о том, что они там делали какие-то пробы, они брали там образцы воды Это не выдерживает никакой критики, потому что, во-первых, какой период вы брали и кто эти анализы делал Потому что это так же, как сам проект в целом по территориальной схеме То есть у нас четкая совершенно информация, что в его формировании участвовали структуры, которыми управляют ее родственники И поэтому у меня сразу возникает вопрос, а нет ли там коррупционной составляющей, или действительно там все правильно и объективно сделано Поэтому сейчас подготовим документы, направим запросы, будем очень внимательно следить за этой историей А чиновников хотелось бы все же предостеречь от принятия вот таких вот волюнтаристских решений И от разговоров о том, что они лучше знают, как жить кировчанам То есть, к сожалению, в последнее время очень много у нас приезжает чиновников из другого региона И их позиция, что вот мы теперь знаем, как вам правильно жить, на мой взгляд, она абсолютно неконструктивна А самое главное, она не вызывает популярности как доверие к власти То есть мы, с одной стороны, говорим, что нам надо повышать это доверие А с другой стороны, действия, которые делают чиновники, они прямо противоположны А кто из чиновников правительства приезжал к жителям Антипичей? Ну вот я вчера задал такой же вопрос, и, к сожалению, там были просто исполнители То есть никто из замок губернатора, там никого не было И жители это тоже возмущают, что с ними напрямую не общаются Конечно, конечно Ну и истории с полигонами и мусорными свалками все громче и громче освещаются в прессе И все больше и больше в разных районах вообще всей страны таких сложных ситуаций И даже бунты возникают мусорные, как в Подмосковье Но у нас тоже есть своя история с полигоном ТБО в Осинцах Который уже построен и мог бы быть сдан в мае месяце Если бы ДОСАФ и аэродром в Порошино не обратились в суд И суд арбитражный в городе Кирове сначала не отменил бы это решение о вводе полигона Не было еще принято решение о вводе полигона То есть не запретил бы вводить полигон в эксплуатацию А потом не отсрочил бы свое решение еще до июня месяца И вот извечная проблема города Кирова абсолютно насущная Мы знаем, что полигон в Костино давным-давно выработал свой ресурс И его все время продлевают и продлевают и продлевают Вот есть построенный полигон ДОСАФ за месяц до принятия полигона в эксплуатацию подает в суд Потому что полигон считают птицеобразующим таким местом И город остается без основного полигона, на который вы рассчитывали в ближайшее время Как вы в целом эту ситуацию оцениваете? Позиция сторон? Я считаю, что в данном случае, если есть решение суда И есть обращение такой авторитетной организации, как ДОСАФ То абсолютно разумно, наверное, прислушаться и посмотреть на него Изучить полигон в Осенцах О нем уже говорится два года И местные жители выступали против его создания И многие эксперты говорили о том, что, мягко говоря, площадка выбрана не оптимальная Но эксперты представляли все-таки разные мнения В общественной палате вы совершенно правы В течение этих двух лет после обращения жителей Постоянно проводились встречи разных сторон И ДОСАФ там тоже участвовал Я присутствовал и на этих встречах И на прием приходили жители близлежащих населенных пунктов Специалисты, эксперты У нас, к сожалению, вот этот вопрос создания территориальной схемы Он как-то вот изначально пошел завуалированно Его отдали на откуп министерству И не было ни встреч с экспертами Не были показаны планы, которые позволили бы людям увидеть Что да, сегодня где-то необходимо, может быть, создать перевалочный центр Вот из-за той ситуации, которую вы абсолютно правильно сказали по Костина Но в целом это же все равно должна быть и сортировка И утилизация через современные технологии, которые есть Нам говорят, что не хватает мусора, чтобы проинвестировать проект по заводу сжигания Что он экологически очень вредный Мы говорим, нет, это неправда Сегодня такие заводы в европейских городах стоят в городской черте У нас возможности намного больше И сегодня при создании... Кроме финансовых, у нас нет инвесторов на такие заводы Да, но сегодня то, что приняли решение об утверждении регионального оператора Муниципальное предприятие, которое еще больше ограничено возможностей привлечения средств Потому что это муниципальное предприятие И кто понимает, он понимает, что фактически туда заказан заход инвестиций от частных лиц Поэтому очень много вопросов И на самом деле я очень не удовлетворен той позицией, которую занимает министерство В частности, министр и людей, которым сегодня поручено это делать Но в моем понимании это должна быть очень понятная история То есть мы сейчас готовим несколько обращений и депутатских запросов Чтобы нам просто рассказали на трех-пятилетнюю перспективу Как этот вопрос будет в области решаться А ключевое там это формула То есть сколько будет платить человек за то, что у него будут этот мусор забирать И или захоранивать, или утилизировать в том месте В котором не вызовет, скажем, вот такого бурного нарекания остальных граждан Переверемся сейчас буквально на полминуты И продолжим обсуждать вопросы с депутатом Государственной Думы от Кировской области Кириллом Черкасовым Возвращаемся в студию Это программа «Особое мнение» У микрофона работает Светлана Занько Своё особое мнение сегодня высказывает Кирилл Черкасов Депутат Государственной Думы от Кировской области Член партии ЛДПР Хочется зацепиться за несколько фраз, которые вы произнесли Когда характеризовали ситуацию с полигоном в Осенцах В первую очередь я хочу вас спросить по поводу участия частного капитала Вот как раз в программе регионального оператора Куприт действительно на 60% имеет участие муниципальное На 30% частное участие в Куприте Судя по вашим словам, если я правильно поняла Вы говорите, что невозможно использовать современные технологии Строить современные сортировочные перерабатывающие Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы Муниципальным государственным предприятиям Нужно, чтобы это делал бизнес Правильно я вас поняла? Да Если вам так это очевидно Почему это не очевидно властям? Я думаю, что сейчас, когда к этой ситуации будет привлечено Не только Министерство природных ресурсов Но и другие службы правительства области Когда мы начнем с 1 января в рамках этой реформы считать А считать мы будем через платежки, через общий сбор, который будет получаться То мы просто увидим несостоятельность тех чиновников Которые сегодня готовили эту схему Но здесь вопрос очень простой ЛДПР всегда говорит Покажите планы Подготовьте математическую и экономическую модель А дальше закрепите конкретных чиновников за вот этими цифрами Они же свои подписи подставили Я по-другому сейчас поставлю свои вопросы Давайте зайдем тогда с того конца Что вы считаете, что бизнес должен заниматься сбором, переработкой, сжиганием, утилизацией мусора Почему? В данном случае совершенно понятны объемы капитальных вложений Которые необходимы в эту сферу В бюджетной сфере сегодня денег нет То есть ни муниципальное образование город Киров Ни региональное правительство денег на это найти не может Поэтому мы эти деньги можем взять только у частных инвесторов Для того, чтобы взять у частных инвесторов Надо им показать, что это будет выгодно То есть надо им отдать роль регионального оператора Конечно Второе, тогда почему власти? Я думаю, что там тоже люди сидят, которые считают Это как раз умеют Другое дело, кому и какие цифры они показывают Почему они приняли сейчас такое решение, что все-таки муниципальные предприятия? У нас ведь есть и частные сахманы Здесь два основных глобальных вопроса То есть первое, это инвестиционная привлекательность региона И второе, чиновники, которые ведут переговоры То есть, к сожалению... Чего они опасались? Или почему они решили, что муниципальное предприятие? Слабая инвестиционная привлекательность региона То есть они думают, что не зайдет сюда бизнес, который построится Не они думают, а бизнес, который оценивает и смотрит регион Он принял такое решение, что ему он, видимо, был неинтересен И второе, это чиновники, которые занимались этим вопросом Они просто сидели в Кирове Не смогли привлечь оператора Не смогли привлечь вовремя оператора Не смогли привлечь вовремя инвесторов Не смогли вовремя показать те плюсы И найти тех заинтересантов, которые бы пошли в этот бизнес Вывод тогда Куприд, как муниципальное предприятие, способен будет Собирая вот те деньги, которые нам предстоит сдавать По новой реформе Построить нам все полигоны ТБО, которые заложены в схеме Наладить сортировку, переработку и прочее Светлана, я уверен, что он не справится А история будет похожа на ленинскую управляющую компанию Когда сначала создается одна ленинская управляющая компания Потом точно под таким же названием создается другая Деньги, которые должны ресурсоснабжающим организациям Исчезают непонятно куда А все услуги, которые оказывались И все, что планировалось для того, чтобы обновить инфраструктуру Внутри То есть они как бы уйдут непонятно куда И просто будут меняться чиновники Которые будут приходить, уходить с Куприд Через какое-то время его просто обанкротят Здесь опасность в чем? Что сама реформа подразумевает Что собирая с граждан деньги за вывоз мусора Будет накапливаться инвестиционная часть Как раз на то, о чем вы сказали На сортировку, на переработку На уничтожение этого Или захоронение этого мусора То есть вопрос, куда эти деньги Если они будут Купридом проедены Или чиновниками использованы неэффективно То значит люди год, два, три платя Они просто не смогут профинансировать это Не увидят результата конкретного Естественно И могут начаться неплатежи, например Или не оказание услуг Или не оказание качественных услуг То есть у нас просто не будет инфраструктуры качественной По этому вопросу Да, но что касается оплаты за мусор То действительно, то возникает эта цифра То она опять исчезает куда-то Но тем не менее, нам озвучились Примерные показатели Директором компании Куприд Которая обозначала для кировчан Эту цифру, которую мы будем платить С начала 2019 года в районе 150 рублей Но она как раз еще раз обращала внимание На ситуацию с полигоном в Осенцах Она говорила, что Куприд может возить Хоть в другой регион, вопросов нет Но это все ляжет в тариф Соответствующий перейдет на плечи населения Кто у нас сможет платить Ну условно хотя бы 1000-2000 рублей в месяц За транспортировку мусора Вот, собственно говоря, вопрос Это острота ситуации с полигонами Такая вот она есть Я надеюсь, что ЛДПР после своих запросов И полученных ответов и размышлений Придет к нам и расскажет Что вы думаете по этому поводу дальше А сейчас давайте перейдем к другому вопросу Коротенький такой вопрос Вы уже зацепили эту тему краем Это приход новых чиновников В данном случае меня интересуют Чиновники городской администрации В мэрии новый такой появился человек Аркадий Карпинский Он из Сочи И вот что он говорит о своих задачах Крупный интересный проект был в моей жизни Которым я горжусь В настоящее время таких проектов в городе Сочи нет Он работал в Сочи до прихода к нам Поступило предложение от руководства города Кирова Здесь такие же цели Я так предполагаю будут стоять передо мной Проведение мероприятий по празднованию 650-летия города Кирова Застройка крупных кварталов Организация знаковых мест Мне это интересно Я это видел Я участвовал и знаю, как это должно выглядеть Я бы дальше продолжил А вы только что критиковали приход людей из других регионов Да, то есть вот я знаю, как это должно быть выглядеть Это хорошо Я бы, честно говоря, лучше бы послушал Я знаю, как это сделать И я знаю, где привлечь инвестиции Потому что в данном случае речь идет о том Что чиновник приходит на направление инвестиций Это новое направление в городской власти В муниципальной власти И здесь вполне логичный вопрос Который задали мои коллеги Депутаты ЛДПР от городской думы А где ваш план? Потому что мы подразумеваем Что на это место, наверное, претендовало несколько человек То есть если нам господин Шульгин расскажет Что он там кого-то уговаривал туда прийти То я его просто не пойму по-человечески То есть я догадываюсь Что, наверное, скорее всего Была объявлена вакансия И на эту вакансию поданы там 3, 4, 5 предложений В Киров-то? Ну, хорошая должность Очень красивое название У нас среди даже своих-то кандидатов Как все говорят И лавка-то пустует абсолютно запасных Вот поэтому здесь вопрос Когда чиновник шел на собеседование Или подавал свои документы На замещение этой вакантной должности Он должен был уже показать какой-то план И поэтому... А разве так когда-то вообще бывало? Я вот прям даже не представляю себе Хоть одного, кто пришел бы с планом Прекратить вот эту вот историю Что там человек придет на эту должность И вдруг через какое-то время он раскроется Само введение должности зама по инвестициям Нравится вам? Да Потому что? Потому что это подразумевает Что человек, пришедший на эту должность И создавший эту систему Должен привлечь конкретное количество инвестиций В муниципальное образование Город Киров По конкретным направлениям То есть это городская инфраструктура Это городской транспорт Это благоустройство Это еще что-то Он должен показать опыт других соседних регионов наших То есть мы же не находимся в каком-то пространстве непонятном И сказать, что вот смотрите, как сделано в Нижнем Как сделано в Ешкарале, в Казани И разговоры о том, что там другие бюджеты Другие люди Это не принимается Десять лет назад Ешкарала была поселком Сейчас это один из... Да и Казань тоже не очень была И Казань, да Сейчас это красивейшие города И разговоры о том, что в Казани провели универсиаду В Мариел ничего не провели Но там великолепный культурный центр сделан Там красиво И если раньше свадьбы справляли в Чебоксарах и в Казани То сейчас их справляют в Ешкарале Давайте я тогда встану на сторону Елены Васильевны Ковалевой Которая на подобные вопросы сказала Что дайте человеку войти в курс дела Потому что Карпинский действительно безгоду Буквально неделя на этой должности А просто ему такое пожелание Что вот ты сделай А мы тогда скажем Да, ты на своем месте Мои коллеги предложили через месяц его заслушать То есть там пыталась госпожа Ковалева дать ему год Мы настояли И нас поддержали коллеги из других фракций Поддержали инициативу депутатов городской думы от ЛДП Что через месяц чиновник должен показать план И поверьте, мы очень внимательно его спросим И посмотрим формулировки в этом плане И потребуем, чтобы там появились цифры и сроки На мой взгляд, все, что идет за счет финансирования Муниципального бюджета Должно быть открыто и понятно Прежде всего с жителем Кирова Они должны понимать, куда идут их налоги И здесь позиция ЛДПР Она была на последних выборах Когда нас очень хорошо и мы благодарны Поддержали горожане Мы говорим Чиновники, приходящие во власть Приходят не для того, чтобы получить стул Зарплату и еще какие-то привилегии Они приходят для того, чтобы сделать жизнь горожан лучше Так вот, отчитайтесь Вы уже почти два года у власти Отчитайтесь, что вы сделали за это время для города Окей, все понятно Три минуты у нас до начала перерыва И я бы хотела, чтобы вы прокомментировали вот такую новость Эта новость возникла благодаря соцсетям В которых член общественной палаты Кировской области Константин Сичихин Размышляя над очередным уходом Саратовских авиалиний Которые в очередной раз объявили, что 30 мая Они не будут осуществлять полеты Предложил вообще закрыть наш аэропорт Победилова Смысл из бюджета тратить каждый год сотни миллионов рублей Когда лучше для населения области не становится Пишет Сичихин в своих соцсетях И говорит, давайте лучше пустим эти деньги на ремонт дорог Те деньги, которые тратят на аэропорт Область, а он дотационный Пустим на ремонт дорог Аэропорт уже закроем Раз это такой проект, приносящий нам сплошные убытки Я позволю с коллегой не согласиться Потому что аэропорт Как раз два наших с вами предыдущих вопроса Является, во-первых, визитной карточкой Во-вторых, он очень удобен для людей Которые хотят вывезти своих детей Сами съездить на море Встретиться со своими родственниками В других регионах И поезд просто не предоставляет таких возможностей оперативных Но еще раз повторю, это визитная карточка Инвестиционной привлекательности любого региона И если у вас нет качественной авиационной услуги То есть аэропорты и возможность принимать самолеты То вы для инвесторов становитесь просто неинтересными Мы это проходили не раз Сегодня, 31 мая, когда мы записываем эту программу Выступая с ежегодным отчетом О результатах деятельности правительства Губернатор Кировской области Игорь Васильев, цитирую я по сайту БНКиров.ру Коснулся работы аэропорта Победилова И он сказал, что в 2017 году Удалось стабилизировать пассажиропоток Ну то есть падение его Это стабилизация Мы продолжаем работу по привлечению новых авиаперевозчиков Переговоры идут с компаниями ЮТР, Сибирь, Аэрофлот, Северный ветер, Победа Расширение маршрутной сети В ближайшее время будет способствовать Укреплению финансового состояния нашей воздушной гавани Позитив? Вы знаете, ведь нельзя все время Только критиковать Если в каких-то вопросах Хотя бы мысли первого Подождите Мысль или результат? Вы сейчас будете себе противоречить Только что на результатах настаивали А, А, Б Вот точно такие же слова мы слышим уже на протяжении Лет полутора С тех пор, как победа ушла Светлана, а здесь вопрос К министру транспорта Мы все делаем И к руководителю вот этого направления То есть к руководителю победил А чего губернатору нет? Вы-то сейчас говорите, что Аэропорт это ворота Инвестиционная привлекательность Чего вы сразу перекладываете на зам авто Васильева А Васильев нам говорит К нему вопрос Все время его спрашивают Где победа? Почему пассажиропоток падает? А он говорит Мы работаем И ничего не происходит Вот как раз депутаты Мои коллеги Его попросили Чтобы некоторые цифры И он об этом, кстати, сказал Раскрыли его заместители То есть здесь Я согласен В смысле? А Васильев не знает эти цифры? Почему сразу Заместители где-то в кулуарах В уголке должны вам раскрыть цифры? Что не может нам губернатор Нет, как раз не в кулуарах А публично Потому что готовят И формируют его оклад Замы по направлениям И мы это понимаем И отрабатывают эти цифры А они Доклад, наверное, а не оклад Доклад, да Я извиняюсь, оговорился Ну, в том числе и оклад, наверное Потому что он складывается Из показателей Погодите Конкретный вопрос задается всегда Васильев Когда наконец-то вернется победа? Когда будет лоукостер? Когда прекратятся вот эти полеты Дорогостоящие и редкие? И всегда один и тот же ответ Мы продолжаем работу И то же самое говорит его зам И вас это удовлетворяет Нет, как раз вот на комиссии На которых мы встречаемся Почему сейчас возник вопрос Еще раз по Победилову И, может быть, эксперты Многие обратили на это внимание Это как раз связано с тем Что мы просим четко нам показать Увеличение пассажиропотока Сколько стоил один билет Мы сегодня знаем, что существуют Федеральные программы по дотациям На один билет Это для дальневосточного региона Но точно так же существует еще программа По реконструкции региональных Аэропортов И, к сожалению, Киров в нее не попал Мы говорили об этом в 15-м году Что Киров не получил Ни рубля дотации На строительство аэропорта По вине наших чиновников Которые вовремя не предоставили документы Это прошлая команда правительственная Да, тогда это было И как раз вот переход Но у них был бизнес-план Они к 17-му году уверенно шли на безубыточность С одной стороны А с другой стороны Они говорили, что вот мы сейчас За собственные средства Вспомним же Мы же все участники этих событий Они нам обещали, что мы сейчас Достроим и увеличим полосу Аэропорт сможет принимать самолеты Более высокого класса И автоматически к нам полетит В том числе вот этот лоукостер А он и полетел? Он полетел Какое-то время полетал А потом кто-то не договорился Не кто-то, а известно кто Давайте называть имена Прервемся сейчас на полторы минуты У нас реклама и продолжим Продолжаем разговор Это особое мнение Ведет его сегодня Светлана Занько Своё особое мнение высказывает Кирилл Черкасов Депутат Государственной Думы От ЛДПР От Кировской области Ну вот что-то мне кажется Вот в разговоре про аэропорт Победилова Как-то вы, Кирилл Игоревич Что-то не хотите Назвать фамилии Людей, которые Не договорились в итоге С победой Не продлили Лоукостера И полтора года уже Не могут предоставить Внятную программу Развития аэропорта И выхода из той дыры В которой мы оказались Потому что ведь есть отчет За 2017 год Все соседние регионы Показывают серьезный Несколько десятков процентов Рост пассажиропотока Кировская область Падает Ну есть еще регион Соседний Мариел Где аэропорт закрыт пока Поэтому не все Показывают рост А с точки зрения Мариел меньше страдает Чем у них Казань под боком Чебоксары под боком Абсолютно с вами согласен Что нужны цифры Мы эти цифры Сейчас запросили Я просто не хочу Забегать вперед Но мы как раз Запросили цифры Которые касаются Сколько для кировчан И жителей Кировской области Будет стоить полет на юг В так Нам любимый Новый Крым На чем летать Кирилл Игоревич Нет так вот Как раз мы их и запросили Чтобы они нам предоставили Потому что Считаем что Так ведь еще ни с кем Не договорились Какие цифры могут быть Нет они утверждают Что у них сегодня Есть уже два договора Вот мы сейчас хотим Их увидеть С какими компаниями Вот Светлана Не хочу забегать вперед Сейчас коллеги нам ответят И я обязательно Вас проинформирую То есть Если они лукавят То я вам честно скажу Кто лукавит Но мы как раз И заинтересованы Их спросили Летом Кировчане Смогут слетать на море По нормальному тарифу Без пересадки в Москве И без переплаты Нам чиновники Обещали что да Вот сейчас Ждем от них Ответы Какие сроки А там сроки Все уже Сезон начинается Школы заканчиваются Ну вы ждете от них Какие сроки ответа Там разговор был Если я не ошибаюсь До 10 июня Нас должны Все Отложим до 10 июня Эту встречу Если только на пресс-завтраке В пятницу Губернатор не озвучит Все цифры Давайте вместе Его еще раз Обязательно спросим Потому что он своих чиновников Подтолкнул Да Напоминаю Что программа Выходит в записи Мы записываемся 31 мая В четверг На следующий день Игорь Васильев устраивает Пресс-завтрак Может быть он там Раскроет карты По Победилову Но если нет Тогда 10 июня ЛДПР получит ответ На свой запрос И мы обязательно На его осветим Продолжается Наша программа И у меня тут На выбор Несколько тем Поскольку все мы Не охватим с вами А они все Очень серьезные Есть глобальная тема Которая касается Достижений Кировской области На Петербургском Экономическом форуме В частности Игорь Васильев Говорил о том Что презентовал Инвестиционный потенциал Кирова И говорил о том Что у нас есть достижения Он приводит пример Создания ТАСЭР Вятских Поляна Где сейчас работает Три крупных Промпроизводства А есть история С ценами на бензин И есть история С Просинским Кадетским лицеем Которая Совершенно для меня Сейчас непонятно И насколько я понимаю Она и очень критическая И даже где-то Местами трагическая Ну если можно Тогда с крупного Цены безусловно На бензин На ГСМ Сегодня они волнуют Всех граждан Без исключения Потому что Те у кого есть автомобили Они каждый день Сталкиваются С этими новыми цифрами 40, 42, 44 рубля За литр Соответственно Это малый и средний бизнес Это сельское хозяйство То есть это цена дизельки Которая сегодня Взлетела Через буквально Там месяц-два Это все ляжет На услуги На цены В магазинах И соответственно Это почувствуют Даже граждане Которые Не имеют сегодня Автомобиля Очень хорошо Что пришел Принципиально сильный Премьер И я думаю Что это будет Очень серьезное Для него испытание По поводу Вот той ситуации Которая сложилась На рынке Там есть Несколько составляющих Вы знаете Что было принято Решение о сокращении Акцизов на 2 рубля Чтобы стабилизировать Ситуацию Но мы предупреждали Что надо внимательно Посмотреть Речь идет Об оптовом рынке А мы говорим О рознице То есть там Где наши Граждане Пистолетиком Заправляют Свои автомобили И тут же В кассе Оплачивают Поэтому Сейчас эта ситуация Держится на контроле И Владимир Вольфович Жириновский На встрече с премьером Он как раз Одним из вопросов Обозначил Что будет С розничными ценами На заправках Премьер обещал В ближайшее время Показать Что ну как минимум Там будет стабилизация Цен Вторая история Это На наш взгляд Ошибка Предыдущей команды Которая занималась ТЭКом Когда они Стимулировали Вывоз Сырья за рубеж Абсолютно не стимулируя Налоговые Наши нефтяные компании Чтобы они развивали Переработку здесь И есть мнение Экспертов Что Те несколько заводов МПЗ Которые встали На плановый ремонт Сейчас Они как раз И привели К дефициту топлива И соответственно К повышению цены Другие эксперты Утверждают Что Даже там Три-четыре завода Если они остановятся То в общей массе Они абсолютно Не повлияют На рынок И на объем Который поставляется С другой стороны Сегодня Мы понимаем Что Что-то правительство Не договаривает И Когда обсуждался Бюджет Мои коллеги По партии Неоднократно Там Депутат Касатонов Он неоднократно Говорил Что цена бензина Цена нефти Была заложена Сорок три Доллара за баррель Сегодня Она скакала От шестидесяти пяти До семидесяти пяти То есть Это Огромные Сверхдоходы Которые получает Минфин Российской Федерации И у нас вопрос То есть если вы обезжириваете крупные нефтяные компании Если вы перекачиваете центр дохода в Минфин То значит Минфин должен поступиться какими-то своими статьями расходов И просто направить эти средства для того, чтобы решить вопрос Чтобы не страдали граждане Потому что если бы мы видели, что эти средства направляются на инфраструктуру На поднятие пенсии На поднятие, скажем, социальной жизни населения Вопросов нет Но они же туда не направляются То есть пенсия не выросла Медицинские услуги не улучшились Лекарства дешевле не стали Поэтому покажите, где эти деньги Это фактически второй бюджет То есть 43,75 Это фактически еще столько же Поэтому посмотрим, что вице-премьер Козак сейчас покажет обществу Покажет экспертам Верите ли вы в то, что у нас бензин на заправках перестанет расти Или правительство доведет его до стоимости европейской? Светлана, здесь вот уникальная ситуация Что мы это с вами увидим буквально в течение месяца Если нас всех вместе в очередной раз вот так вот цинично обманут То это будет, на мой взгляд, абсолютно, во-первых, неконструктивно Во-вторых, окончательно подорвет доверие к исполнительной власти И я очень надеюсь на то, что коллеги из правительства Они внимательно следят за этой ситуацией И они нам покажут, что да, действительно Исполнительная власть правительства мешалась в этот вопрос Ограничили рост акцизов, а это, извините, очень больно бьет и по региональным бюджетам Но это привело к тому, что цены хотя бы не растут А уже дальше, поверьте, мы как оппозиционная партия ЛДПР Будет требовать того, чтобы нам показали эту формулу расчета И кто нажился вот на этом скачке цен? Да, мы их всех увидим Боюсь, что мы их знаем И что с ними дальше будет, но не знаю, что мы сможем с этим сделать Но верите, что бензин перестанет расти в цене на заправках? Вот сейчас верю до... Как человек просто Нет, сейчас верю, потому что Козак, скажем так, человек, который чиновник Который до этого, если за что-то брался, он доводил это до логического конца Он только заступил на эту должность И я уверен, что свои слова он подкрепляет какими-то договоренностями Которые есть с руководством страны Сейчас мы все-таки осветим тему с Просинским лицеем Поскольку вышло несколько материалов неделю назад Прежде всего на портале Ньюслер и на Первом городском канале Там учителя Просинского лицея в открытую стали выходить с протестом Против увольнения директора лицея Василия Николаевича Панина Ситуация связана была с строительными работами Которые проводились в прошлом году в Просинском лицее И с тем, что Панин не стал подписывать акты приемки работ Подозревая в том, что были завышены объемы выполненных работ А значит, средства были куда-то уведены Кроме того, суд назначил экспертизу компании независимой Которая прямо при учителях вскрывала стены на пятом этаже Где проходили ремонтные работы Стены оказались пустыми Внутри них был только строительный мусор Панин 16 мая был уволен с поста директора Мы сейчас знаем, что уже назначен новый директор Я больше того скажу Заучи этой школы в Просинском лицее ехали к нам на эфир На поле пути их развернули Поскольку в Просинский лицей внезапно в это время поехал министр образования И с тех пор эти замечательные женщины на связь не выходили Вы делали заявление, в котором сказали Что обязанность глава региона инициировать внутреннюю проверку В соцблоке регионального правительства Следите ли вы за ситуацией сейчас? Да, не только слежу, но я общаюсь и с двумя сторонами Которые сегодня есть в самом лице И как раз с руководителем этого социального блока С господином Курдюмовым обсуждали эту тему уже не один раз Мне кажется, все, что связано с детьми Все, что связано с образованием Должно сразу попадать под контроль главы региона Потому что лицей непростой Это первый такой лицей в области И, скажем, засветиться на федеральной повестке В том, что мы не смогли что-то сделать Но точно мы не заинтересованы в этом как регион А что касается ситуации То здесь как раз, на мой взгляд, проспали опять чиновники То есть как только поступили первые сигналы Они говорят о том, что эти сигналы поступали и в 2015, и в 2016 году Но как минимум они должны были создать независимую экспертную комиссию Которая бы пообщалась со всеми И сделала бы некий срез той ситуации, которая там складывается Подождите, Кирилл Игоревич Вы в своих заявлениях, которые на сайте ЛДПР Киров размещены Гораздо резче высказывались Вы говорили, что очевидно, что все описано и в статье правда Вы говорили, что палец заслушивает повышения, а не увольнения Вы говорили, что правоохранители должны внимательно разобраться в фактах Вы говорили, что кадетский корпус был построен из пожароопасных материалов Кто покрывал подрядчиков, спрашивали вы В профильных министерствах Это были довольно серьезные и громкие высказывания Сейчас вы довольно мягко говорите Ну вот там не была инициировала проверка Сигналы поступали А в своих заявлениях первоначальных вы говорили, что дети под угрозой Почему это сейчас так риторика изменилась? Светлана, риторика нисколько не изменилась Потому что сейчас начали первые приходить ответы И многие вещи, которые изначально нам были преподнесены в том виде По которому я давал комментарии Они не находят своего подтверждения То есть нет там нарушений в строительных работах Нет мусора в стенах Нет завышенных объема работ Здесь надо разделить эти вещи То есть что-то есть, а чего-то нет И, мягко говоря, ситуация, которая там сложилась Еще раз все же буду настаивать на том Что она должна быть объективно разобрана По каждому из фактов, которые были до этого озвучены Увольнение директора поддерживаете? Сейчас в этой ситуации нет То есть я считаю, что все же есть коллектив И этот коллектив был сложен Он работал То есть если вы нашли нарушение в его действиях Предъявите человеку, что вы ему предъявляете в вину Соберите коллектив и выслушайте их мнение Будете ли вы дальше контролировать эту ситуацию? Да, безусловно Я вот вчера встречался вечером И сегодня буду встречаться с несколькими участниками этого процесса Но здесь хотелось бы объективности То есть с учетом того, что, еще раз повторю Некоторые из фактов, которые нам предоставили до этого Не подтвердились А как кто их проверял? Мы коллег попросили, чтобы нам предоставили те документы, которые есть у них И в свою очередь И попросили коллег из социального блока, чтобы они нам показали результаты проверки Вот сейчас они, на мой взгляд, запоздало начинают эти вещи документировать и актировать Потому что до этого были эмоции Сейчас уже начались фотографии То есть мы им подсказали, что сделайте фотографию Приложите копии экспертиз Покажите фамилии экспертов Кто их заказывал Когда они туда приезжали Потому что там есть несколько фактов Например, когда вроде бы, как говорится, об экспертизе А официального документа, кто ее нанял, нету С какой стороны? Ну, в данном случае со стороны директора Так, то есть ситуация требует глубокого и серьезного анализа Я бы сказал, что не анализа, а честного разбирательства То есть если есть две стороны или три стороны То есть всегда есть несколько мнений на один и тот же вопрос Да, время программы у нас подошло к концу Мы обязательно эту тему будем развивать вместе с вашими коллегами в наших эфирах Хотелось узнать результаты проверки и стороннее мнение Потому что набирается новый класс в кадетский корпус Никто не забирает заявление обратно о том, что там опасно учиться Я имею в виду со стороны сотрудников Начали, как вы говорите, сейчас сотрудники министерств Предоставлять вам какие-то бумаги Поскольку дело касается жизни детей, которые там учатся в этом Просинском лице И мы бы хотели, конечно, предложить и вам, и коллегам из соцблока И учителям рассказать об этой ситуации в нашей студии Спасибо, Кирилл Черкасов Депутат Государственной Думы от ЛДПР от Кировской области Это было его особое мнение У микрофона работала Светлана Занько До свидания Особое мнение на 101FM